Общее сведение. С таким неприятным явлением, как заусенцы на пальцах, пожалуй, хоть единожды сталкивался каждый заусенцы поверхностной надрывы кожи в области кутикулы или околоноктевых валиков. Чаще заусенцы образуются на пальцах рук, однако могут встречаться и на ногах. При определенных условиях такая проблема может возникать не только у женщин, но также у мужчин и даже у маленьких детей. Заусенцы на пальцах придают рукам неряшливый вид и делают их более уязвимыми для проникновения бактериальной и грибковой инфекции. Чтобы не допустить появления заусенцев на пальцах, необходимо правильно и систематически ухаживать за кожей и рук ногтями. Заусенцы на пальцах причины. Образованию заусенцев в большей степени подвержена чувствительная и сухая кожа рук. В этом случае при неблагоприятных условиях кожа вокруг ногтей быстро истончается, теряет свою эластичность и легко растрескивается. Или травмируется при малейшем воздействии. Дополнительным огрубением кожи способствует длительный контакт рук с водой и моющими средствами в быту. Работа с химическими веществами. Без использования защитных перчаток, пересушивания или обветривания, особенно в зимнее время, годы и тому подобное, еще более вероятным. Появление заусенцев на пальцах делает отсутствие должного ежедневного ухода за руками, обкусывания ногтей, а не хафагия. Кроме этого заусенцы на пальцах могут возникать при механическом травмировании кутикулы во время выполнения классического маникюра или педикюра. Также повреждение кутикулы может быть связано с покрытием ногтей и лаками низкого качества использованием для наращивания ногтей низкокачественных материалов, содержащих метилметокрилот. К образованию заусенцев на пальцах нередко приводит самопроизвольный разрыв избыточной, нарастающей на ногтевую пластину кутикулы, которая по мере роста ногтя тянется вверх вместе с ним. В некоторых случаях причина проблемы кроется в различных эндогенных нарушениях, дефиците микроэлементов, витаминов А и Е в организме, дисбактериозе, нарушениях питания. Причиной заусенцев у детей обычно становится привычка сосать пальцы, грызть ногти, механические микротравмы кожи рук при игре с песком. Часто заусенцы возникают в отростковом возрасте, период интенсивного роста ребенка. Главной причиной заусенцев на мужских пальцах выступает повышенная сухость и грубость кожи, а также пренебрежение регулярным уходом. Микротравмы и нарушения целостности кожи окружающей ноготь могут служить входными воротами для бактериальной золотистого стафилокока, стриптокока, синегнойной палочки или грибковой инфекции грибов, кандида, дерматофитов и способствовать развитию паранехии. Такое осложнение часто возникает у больных с сахарным диабетом, а также лиц, часто контактирующих с водой, посудомойк, домохозяек, уборщиц, прачек. Симптомы заусенец представляют собой участок отслоившейся кожи возле ногтевой пластинки. Заусенцы могут располагаться на боковых кожных валиках или в области кутикулы, быть мелкими или крупными, единичными или множественными. Этот дефект кожи является источником постоянного дискомфорта и доставляет немало проблем своему хозяину. Заусенцы на пальцах сопровождаются болезненностью, нередко кровоточивостью. Мелкие обрывки кожи возле ногтей мешают заниматься повседневными делами, цепляются за белье и одежду из деликатных тканей. Кроме этого, множественные или воспаленные заусенцы на пальцах портят внешний вид рук, делая их неопрятными и неряшливыми, что производит. Не самое благоприятное впечатление на окружающих. Сами обладатели неухоженных ногтей также нередко чувствуют себя некомфортно и стараются спрятать руки, чтобы не привлекать к ним внимание. Категорически неприемлемым вариантом избавления от отслоившейся кожицы является попытка оборвать заусенец ногтями или откусить зубами. В этом случае ровно удалить кожный лоскут все равно не удастся, зато существует риск дополнительно травмировать здоровые ткани и занести в ранку инфекцию. Надрывы кожи вокруг ногтя несут в себе серьезный риск развития околоноктевого панорица и паранехии. В этом случае околоноктя вначале возникает покраснение и припухлость, пульсирующая боль. Появление участка размягчения и изменения цвета кожи или ногтя на желтоватой свидетельствует о скоплении гноя в подногтевом пространстве. В некоторых случаях паранехия приобретает рецидивирующие течения, приводя к утолщению, изменению цвета, деформации ногтя или его потери. Точка.